Президент России Владимир Путин предложил ряд мер, максимально смягчающих предполагаемые изменения в пенсионной системе. Свою позицию он озвучил в ходе видеообращения к гражданам страны. Путин рекомендовал снизить планируемый возраст выхода на пенсию для женщин с 63 лет до 60. По словам главы государства, предложенные изменения в пенсионной системе позволят не только сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечит их устойчивый опережающий рост. Уже в 2019 году индексация пенсии по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсии для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас, напомню, это 14 144 рубля. В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции. Владимир Путин заявил о необходимости предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, если четверо детей на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, все должно остаться как сейчас. Они смогут выходить на пенсию в 50 лет. Также Путин предложил гражданам, которым предстоит выходить на пенсию по старому законодательству, в ближайшие два года установить особую льготу. Сложнее всего придется тем, кто первым столкнется с повышением пенсионного возраста. Уже совсем скоро. И мы должны это учитывать. В этой связи предлагают для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу. Право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Для примера, человек, который по новому пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019. То есть, повторю, на шесть месяцев раньше. Президент считает также необходимо установить для работодателя административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы, с тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 50-ти работу действительно сложно найти. В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом 5 лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. Соответствующие изменения в законодательство нужно внести одновременно с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста. Предложенные Владимиру Путиным поправки коснутся и тех, кто начал свою трудовую деятельность достаточно рано. В новой пенсионной системе акцент должен быть сделан не только на возраст, но и на полученный стаж. Считаю, что у тех, кто начал рано работать, должна быть возможность выйти на пенсию не только по возрасту, но и с учетом заработанного стажа. Сейчас в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42. На переходный период при формировании новой пенсионной системы, по словам президента, должны сохраниться и все федеральные льготы, действующие в стране до 31 декабря этого года. Речь идет прежде всего о льготах по налогам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте. Владимир Путин выступает за идею сохранения и региональных мер поддержки. Предоставлять льготы не в связи с выходом на пенсию, а при достижении соответствующего возраста. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом, еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок. Все озвученные президентом предложения будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки их внесут на обсуждение в Государственную Думу. Сергей Щеплягин. Время новостей.